Прежде чем совершить молитву, несколько напоминаний к молитве. Сегодня мы вспоминаем праздник Преображения. Братья, конечно, у нас гости будут проповедовать, и то, что у них на сердце, может быть, не совсем по теме праздника, но скажут. Но я хочу напомнить, это тот день, когда наш Господь Иисус Христос взошел на гору с учениками своими и преобразился. Двое мужей в белых одеждах предстали, и Иисус беседовал с ними о конце своего исхода. Этот праздник говорит о том, что здесь на земле и для нас в духовной жизни есть духовное преображение. И этот праздник говорит также о том, что настанет день, когда мы тоже преобразимся, наши тела преобразятся. Христос обыкновенно и взошел, но его одежды сделались весьма белыми. Это удивительно для простого человека. И мы будем помнить, может быть, братья скользко как-то скажут, но мы будем благодарить Господа за его чудный план спасения. И этот праздник, он как бы входит в Божий план спасения и открывает, что в нашей жизни, в духовной жизни есть преображение. Мы также будем молиться, сегодня среда, молитвенный день. Нас немного, так что, братья и сестры, открывайте свои уста в молитве. Будем молиться за детей, которые поехали в лагерь. Может быть, у кого-то есть кричащие какие-то нужды, вы можете сейчас сказать, и мы тоже так же помолимся. Вначале есть нужды? Помолимся Господу. Господь наш, милосердный, в этот час мы здесь, в Доме Твоем. Мы вновь ожидаем милости Твоей и благословения действия Духа Твоего. Поэтому действуй через братьев, через слово, Господи, говори к нашим сердцам, наши молитвы услышь и Духом Святым действуй в наших сердцах. Благослови нас, благослови часть нашей церкви, которая находится на отдыхе, наши братья и сестры и дети в лагере, Господи. Пошли тишину, мир, покой и защиту Твою от всех кознедьявольских. Будь милостью, Господи, и благослови нас, и в этот вечерний час служения. Аминь. Мы споем песнь Возрождения номер 8. Мы споем о том, что действительно мы любим. Люблю Спаситель в книге дивной, слова любви Твоей читать, и вести радостной, призывной, восторженно, внимать. Люблю Спаситель в книге дивной, слава любви Твоей читать. Люблю Спаситель в книге дивной, слава любви Твоей читать, и вести радостной, слава любви Твоей читать. Люблю Спаситель в книге дивной, слава любви Твоей читать, и вести радостной, слава любви Твоей читать. Люблю Спаситель в книге дивной, слава любви Твоей читать. Люблю Спаситель в книге дивной, слава любви Твоей читать, и вести радостной, слава любви Твоей читать. Люблю Спаситель в книге дивной, слава любви Твоей читать, и вести радостной, слава любви Твоей читать. Люблю Спаситель в книге дивной, слава любви Твоей читать. Люблю Спаситель в книге дивной, слава любви Твоей читать, и вести радостной, слава любви Твоей читать. Люблю Спаситель в книге дивной, слава любви Твоей читать. Люблю Спаситель в книге дивной, слава любви Твоей читать. И не могу я не возлюбить отца любви. Мою любовь свою дару я, Мою воскресенье оживи. Мою любовь свою дару я, Мою воскресенье оживи. Приветствую, дорогая церковь. Занимайте ваши места. Господь сегодня действительно благ и милосерд к нам. Слава Ему за это. Он дает нам жизнь, дает нам дыхание, дает нам возможность быть в Доме Божьем, чтобы послужить Ему в наших молитвах, в нашем поклонении Ему. Господь достоин этой славы. Аминь. Кстати, слышал о том, что еще будут гости. Если бы я знал, кто это будет из гостей, то, наверное, я бы сказал бы, пусть этот гость говорит. Я из Молдавии. Николай Григорьевич, наш секретарь нашего союза баптистов, из Молдовы тоже. Я подальше от начальства, начальство сзади. Но я искренне рад увидеть Николая Григорьевича сегодня здесь. И верю, что Господь благословит и это служение, и благословит нас в нашем поклонении нашему Господу. Действительно, этот момент, тот момент, когда христиане вспоминают это славное преображение нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа. И я хотел бы прочитать этот отрывок из Евангелия от Луки, 9 глава, с 27 стиха. Евангелия от Луки, 9 глава, с 27 стиха. «Говорю же вам, истина, есть некоторые, стоящие здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Царствие Божие». После стих слов, дни через восемь взял Петра, Иоанна, Иакова, взошел он на гору помолиться. И когда молился, вид лица его изменился, и одежда его сделалась белую, блистающую. И вот два мужа беседовались с ним, которые были Моисей и Илья. Явившись во славе, они говорили об исходе его, которое ему надлежало совершить в Иерусалиме. Петр же, и бывшие с ним, отягчены были сном, но пробудившись, увидели славу его и двух мужей, стоявших с ним. И когда они отходили от него, сказал Петр Иисусу, «Наставник, хорошо нам здесь быть, сделаем трекущий одну тебе, одну Моисею, одну Ильи, не зная, что говорил». Когда же он говорил это, явилось облако, и осенило их, и устрашились, когда вошли в облако. И был из облака глаз, глаголящий, «Сей, Сын мой возлюбленный, Его слушайте». Когда был глаз сей, остался Иисус один, и они умолчали, никому не говорили в те дни о том. Следующий же день, когда они сошли с горы, встретил его множество народа. Аминь. Знаете, казалось бы, каждый год, и возможно, несколько раз в месяц, мы можем открывать Священное Писание, и Матфей, Марк, Лука, они описывают это событие, где-то дополняя друг друга. И каждый раз мы можем читать эти места Священного Писания, и каждый раз, приходя в Дом Божий, мы можем думать, а что можно сейчас сказать нового об этом моменте? И хочу вам сказать, что именно проповедникам сложно именно в такие праздники, когда один и тот же текст и несколько евангелистов говорят об этом. Но я верю, что Дух Святой поведет. Я верю, что Дух Святой сегодня скажет особо каждому из нас в отдельности. Первое, на что я хотел обратить внимание, это то, что Иисус Христос, Он берет учеников, трех учеников. Кто были эти ученики? Петр, Иоанн и Яков. Три ученика. Мое, как бы, видение и размышление на основании Евангелия, мы видим, как Господь особым образом уделяет внимание этим людям. И если мы дальше увидим, как Господь работает, то через этих людей Иисус совершает очень многое. Второе, это то, что Иисус Христос, Он не остается просто где-то в горнице, Он не остается где-то на крыше дома, Он восходит на гору. Я думаю, что ученики, когда восходили с Иисусом на гору, Петр, Иоанн и Яков, ну, они считали это обычным делом Иисуса Христа. Если вы вспомните тот момент, когда Иисус Христос избирал двенадцать учеников, перед этим, что Он делает? Он восходит на гору помолиться. Я думаю, что здесь для нас Иисус является действительно очень ярким примером, примером того, той молитвы, которая необходима в уединении. Молитва в церкви, это хорошо и важно. Это молитва, которая ободряет друг друга, молитва прославления. Молитва в семье, это тоже хорошо, когда в семье, когда муж с женой вместе. Но есть эта молитва в уединении, когда ты и Господь. И ты можешь сказать Ему все то, что лежит у тебя на сердце. И в Евангелиях мы следим, что очень часто Иисус Христос, Он уединялся в молитве. Вспомните еще один момент перед своим страданием, перед тем, как Он должен был пойти на крест, на Голгофу. Гевсимания. Опять где-то возвышенность, опять ученики где-то спят, опять Христос уединяется в молитве, и Он находится в борении. Ученики, возможно, в какой-то мере привыкли, что Иисус Христос уединялся в молитве, что Иисус Христос, Он где-то брал их с собой, где-то в каких-то моментах даже обличал их в том, что они не бодрствовали вместе с Ним. Вы знаете, очень часто мы можем привыкать к молитве. Очень часто мы можем слышать молитвы, к сожалению, заученные. И мы можем сказать, кто что скажет сейчас, следующие слова, и многое другое. Но этот момент, я думаю, что ученики не очень рассчитывали на то, что они увидят. «Пробудившись от сна, ученики любили спать. «Пробудившись от сна, говорит Лука, они открыли свои глаза, они не могли понять, что происходит. Иисус Христос преобразился, вид лица Его изменился, одежды стали белые, блистающие. Более того, два мужа беседовали с Иисусом Христом. В страхе, в трепете, не зная, что сказать, Петр говорит, «Господи, хорошо нам здесь, в присутствии славы Божьей, в Твоем преображении, в общении с этими мужами, хорошо нам здесь, Господи!» Друзья мои, следующий момент, насколько нам хорошо в общении с Господом. Как часто мы ищем это в общении с Богом. Как часто мы пытаемся найти этот момент для того, чтобы иметь эту встречу с Господом, для того, чтобы иметь этот момент, войти в славу Божию, в присутствие Божии, дабы ощутить эту силу Господня. Ученики вошли в этот момент, в это присутствие Господне. Хорошо нам здесь быть. Действительно хорошо быть в общении с Богом. Действительно хорошо быть в присутствии Господня. преображением Иисуса Христа. Что это говорит сегодня для каждого из нас? Я думаю, что именно каждый год, когда мы вспоминаем об этом моменте, это еще раз, еще раз впередит нам напоминание о том, что я и каждый из нас должен преображаться в славу Господня. Ежедневно изо дня на день мы приближаемся к вечности. Изо дня на день мы стрем все ближе и ближе к вечности и это говорит нам только о том, что мы должны задуматься, что мы могли преображаться в славу Божию, дабы наша жизнь, она преображалась. Апостол Павел упоминает нам послание Римлян в 12 главах о том, что и не сообразуйтесь с веком сил, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, дабы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная, совершенная. Преобразуйтесь, обновляйтесь, преображайтесь, потому что Господь близок. Мы поем такое прекрасное песнопение «Чудное озеро Генисарецкое с чистой кристальной водой ты отражала Христа Назарецкого весь его облик святой». Это местные слова «Помоги нам, Господи, что мы могли отражать Тебя». Знаете, вспоминаю тот момент, когда я из Бельц в Большой Церкви переехал на миссионерское служение и поселился в селе Ружница Окнинского района. Село и город, это большая разница. И когда узнали о том, что приехал человек, не просто человек, он еще и верующий, более того, он еще и баптист, а кто-то такие, а как он живет, а как разговаривает, а что у него во дворе, а как он общается с людьми. Знаете, три года я чувствовал, что я живу как на витрине. люди изучали. Кстати, прошло очень много лет, Господь благословил и в служении, Господь благословил во многих делах, в действиях. И как-то в прошлом летом, в августе месяце, была молодежь, помогали на территории, мы начали строительство дома молитвы, и убирали кустарники, деревья, вывозили все и где-то что-то они немножко на машине там пошалили. Ну, меня не было рядом. И мне звонит один человек из села, Саша, а ты давал кому-то машину? Я говорю, ну да, давал. Ну, немножко молодежь себя нехорошо повела, ты посмотри, поговори с ними, потому что нехорошо. Кстати, когда я подошел туда, на территорию, я собрал молодежь, говорю, молодежь, знаете, где можно побегать, порезвиться, пошутить, это можно, но всему есть свое время, есть свое место. Для них это была норма. Я говорю, я прожил 14 лет здесь, и одно малейшее такое неправильное действие, движение. я могу перегреть все то, что я съел до сих пор. Друзья мои, преображение в славу Божию, преображение в образ Христа, это важный момент сегодня для каждого из нас. Одним лишним нашим движением, действием, словом мы можем перечеркнуть всю нашу христианскую жизнь. Преображаясь в образ Божий, мы должны понимать, что мы приближаемся к Господу. Желание моего сердца сегодня, пожелание сегодня для каждого из нас подняться на гору вместе с Иисусом Христом, войти в эту славу Божию, войти в это присутствие Господнее, быть в общении с Господом, сказать Господи, как нам хорошо быть с Тобой. Да благословит нас в этом Господе. Аминь. Давайте мы встанем, кто желает, помолимся. Слава Богу. Слава Богу. Слава Богу. Слава Богу. Господи. Аминь. Аминь. Слава Богу. Слава Богу. Слава Богу. Слава Богу. Слава Богу. Слава Богу. Благословим, Господи. Аминь. Слава Богу. 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 Продолжение следует... 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 Аминь. Тебя славим, Господь, за то, что Ты определил это место для поклонения Тебе. Благодарим за то, что, входя в Дом Твой, мы чувствуем Твое присутствие. Мы входим в Твое присутствие, и в наших молитвах, Господь, мы склоняемся очень низко пред Тобой, пред Твоей святостью, Твоим величием, пред Твоим преображенным ликом, Господь. Мы благодарим Тебя за то, что Ты преобразился на этой горе, и Ты сегодня позволяешь каждому из нас входить в это святое святых. Ты позволяешь сегодня каждому из нас преображаться в Твой образ, Господь, не в образ мира сего, но в Твой образ, Господи. Благослови нас, помоги мне, помоги каждому из нас. Помни о том, насколько важно иметь это преображение, насколько важно каждый день пребывать в этом святое святых, приходя в Твое присутствие. Отец, благослови нас, благослови и помоги нам помнить о том, что с Тобою хорошо, с Тобой мы можем иметь это благословение. Храни нас, Господь, в Твоих могучих руках и помоги нам, Боже, чтобы мы дошли к вечности и преобразились этими новыми телами и были с Тобою вечно. Слава Тебе за ту надежду, которую Ты даешь для нас, Вечный Бог, Отец и Дух Святой. Аминь. Мы споем 171-й, Песнь Возрождения, как раз продолжение темы, что брат говорил в 171-й. Нет больше утешения, нет радости полней, как быть всегда в общении с Создателем людей. И третий, второй куплет будем петь. Там общение с Богом Вечным, Учителем людей. Это как раз основное слово, которое говорил брат. Ученики имели эту возможность иметь. Но вот одно условие, которое, во-первых, последовать за Иисусом Христом, и в тот момент надо было последовать на гору. То есть отдалиться немножко от обычной, привычной жизни, и там на горе с Иисусом Христом они имели такое общение и слышали сам голос Божий. И в этом для нас, братья и сестры, есть прообраз. Когда мы будем петь, будем думать об этом празднике. Давайте споем вставшие. Во славу Господу! Нет больше утешения, нет радости полней, Как быть всегда в общении с Создателем людей. Сладко, трудно быть в общении с Ним, Сладко, трудно быть в общении с Ним. Общении с Богом вечным, учителем людей, Ученика, не спешим, да знаний не полней. Сладко, трудно быть в общении с Ним, Сладко, трудно быть в общении с Ним. Но сладко, трудно быть в общении с Ним. Сладко, трудно быть в общении с Ним. Но выше есть общение, общение друг друзей. Он, друг мой, те учения, те истина святей. Сладко, трудно быть в общении с Ним. Сладко, трудно быть в общении с Ним. Общение, беседы, восторженной мольбе, Общение, победы, в Него святой борьбе. Сладко, трудно быть в общении с Ним. Я рад приветствовать всех вас с именем Господа Иисуса Христа. Для начала прочитаем текст Священного Писания. Евангелие от Матвея, 11 глава, последние стихи. Евангелие от Матвея, 11 глава. Я прочитаю с 28 стиха ниже. Придите ко мне все, Друждающиеся, измученные и обремененные, И я успокою вас. Возьмите иго моё на себя и научитесь от меня, Ибо я кроток и смирён сердцем, И найдёте покой душам вашим. Ибо иго моё благо, и время моё легко. Аминь. В первую очередь хотел выразить слова благодарности. Слова благодарности Церкви Ифания за то, что вы вовлекаетесь в дело служения, в проповеди Евангелия в Молдове или в Молдавии, как вы привыкли, наверное. И особенно благодарность за то, что не зная многих людей там, вот в стране, кто-то из вас знает, вы продолжаете поддерживать нас. В первую очередь молитвенно. И мы каждый год слышим о тех группах, которые вы посылаете туда, особенно молодёжь. Я знаю, что это приносит назидание и там, верующим, приносит пользу, но приносит пользу и назидание всем тем, кто делает это служение. Спасибо. Пусть Бог благословит вас. Особенно знаю, что на севере Молдовы, где брат Александр является один из лидеров, один из ответственных, там на севере он является членом Совета нашего братства, совершает служение. Пусть Бог благословит вас. Вместе мы можем делать ещё многое. Я уверен, что для каждого из нас совершая вот это служение, мы получаем радость. Пусть Бог благословит вас. Спасибо. И я имею некоторые воспоминания, если вы позволите так приоткрыть сердце, определённая ностальгия. И скажу в нескольких минутах, что в день моего покаяния ваш пастор, один из пасторов или пресс-фитеров по местной церкви Михаил Дмитриевич Ботнер принял самое непосредственное участие. Моя жена до сих пор, когда видит и слышит о нём, выражает особенное такое чувство, потому что, когда он сделал призвание с 7 апреля, вряд ли он помнит, с 7 апреля 1991 года, вот только после 4 призова, моя жена встала с места и вышла вперёд. Мы были очень близки тогда к тому, чтобы совершить это покаяние, но я имел одну молитву. Я говорил, всё время уже полгода посещал собрание и говорил, если бы моя жена встала и пошла вперёд. В тот день мы приняли Господа и стали детьми Его. И всем говорю, никогда не пожалел. Ещё одно из моих воспоминаний, это когда после двух лет я смотрел на кафедру, а я родился в большой церкви, где брат Михаил Дмитриевич был пресс-фитером, один из пресс-фитеров тогда, где-то 1500 членов. Вот, и я помолился сокровенной молитвой. Никто не знал, даже жена не знала. Я посмотрел на ту кафедру большую, где-то у меня уже несколько месяцев внутри появилось огромное желание, чтобы тоже проповедовать. Я спрашивал Господа, что мне делать, как мне поступить, где мне вовлекаться, в какое служение. Но посмотрел на ту кафедру, как это на одном служении, и думаю, хочу я проповедовать. Но воспоминания только о том, что я должен вступить на ту большую, кто знает Кишиневе, кафедру, мне ноги дрожали. Большая, огромная кафедра, там стать, это же, наверное, только для каких-то особенных людей. Но помолился. Тихонько внутри, в школе я, особенно в средние классы, был как-то застенчивый, смущенный, стеснительный, не рвался у доски никогда. Вот хотя учился неплохо, но не был из тех вот так. Но помолился. И вы знаете, прошло немного времени, помолился молитвой Господи. Если ты хочешь, чтобы я когда-нибудь проповедовал, пусть пастырь подойдет ко мне и скажет. Пошло месяца два, два с половиной, я не помню точно, но знаю, что в этот период, и подошел один из пастыров, не был Михаил Дмитриевич, был другой пастырь. Он подошел, положил руку на плечо и сказал, брат, когда ты скажешь первую проповедь? Я пожалел, что так помолился. Потому что снова увидел эту кафедру большую, огромную. Мне казалось, что она недостигаемая, вот эта кафедра. Мне казалось, что вот, я забуду об этой молитве, но прошло еще несколько месяцев, снова подошел пастырь. Надо же, мне знакомых, и друзей не так много было из этого числа, и снова сказал. Но когда прошло еще немного времени, опять я не помню сколько, ну где-то до двух-трех месяцев, Михаил Дмитриевич подошел один раз. Я не знаю, как они вот так умели подходить. Ну и он сказал тоже на русском, я на русском очень плохо говорил, я вообще свои проповеди первый говорил, только на молдавском. И он сделал это предложение, я понял, что мне нужно серьезно готовиться. И начал подготовку, опять долго выучил свою первую проповедь наизусть, чтобы там, когда выйду, знаю, что ноги будут дрожать. Это длинная более история. Мне нравится вспоминать ее, я скажу только о кончании этой истории, чтобы не задерживать, не задерживать ваше внимание очень много. Но когда выходите из дома, я думаю, жена была, работала в детском садике, дети тоже в детском садике, я думаю, обычно в церкви перед проповедью поют. Спою пение, был один в комнате, открыл сборники, и открылся в сборниках пения на молдавском 724. Услышал сегодня молдавскую молитву здесь, да, 724, как мне знает, имнур для славы спридону динчейру. Я спел это пение, закрыл, помолился еще раз на колени, Господи, благослови меня, те, кто будет слушать, это наша привычка, знайте, что проповедники все время молятся, а те, кому они проповедуют. Первое, что Бог говорил нашим сердцам, здесь кафедра для нас в первую очередь, когда мы вступаем сюда, мы ищем, что Господь хочет сказать мне лично, а потом и тем, кто будет слушать. И когда я пришел в церкви, было очень интересно, что очень сильно дрожали ноги. Мы вышли вперед, с этой стороны, в церкви Вифиль, там вот так, вот сели, там было три проповедь на русском, а там на молдавском, и когда брат ведущий должен был объявить, что будет молдавская проповедь, он сказал, теперь споем пение 724, им, ну, где слава, спридом, ну, динчер. И я говорю всем, всегда. Вы знаете, впервые я испытал Божию силу, Его мир, постараюсь нею преувеличивать, но от головы до ног, как будто вот так, откуда-то с неба спустился полный мир. Я никогда не испытал такого. Не то, что ноги дрожали, полный мир, покой в том, что Господь сделал призов. Я благодарен моему Господу. Благодарю за то, что Он позволил быть и сегодня здесь. Я не планировал, я совершенно по другой программе, только прилетел час назад из Лос-Анджелеса, и улетаем в воскресенье в Бирмингам, в Алабама, потом в Нью-Йорк, и оттуда вот домой. Вспомнил один случай, потом перейду как-то в нашей церкви. Пришел один брат, это церковь Вифания, новая церковь, основали на Чеканах, и он проповедовал очень долго. Проповедовал очень долго, но уже, думаю, 30 минут он говорит, 35 он говорит, а было летом очень жарко у нас было. Потолки низкие у нас, дом такой временный, как мы построили. и 40 минут он говорит, мы не знаем, как остановить уже, но и неприятно, говорит, 50 он говорит целый час, час он говорит, но люди уже и воздуха делают, и не хватает, и нам неприятно, и он не понимает. И где-то там, ближе к концу, сидела та девочка, она сейчас в молодежи уже, в молодежном хоре поет. Маленькая ей года 3-4 было. У нас тишина, у нас же умеют уважать друг друга, когда кто-то проповедует. И эта девочка громко, как она могла сказать, и говорила. Говорит и говорит, говорит и говорит. Проповедник услышал ее, остановился. Так было интересно. Вот девочка смогла, если вы увидите, что я слишком долго говорю, и на часы, вы как-то дайте мне знать, чтобы я закончил. Когда мы говорим о празднике преображения, каждый год, как брат Александр сказал, мы вспоминаем. В принципе, я и не готовился сегодня говорить об этом, но каждый раз приятно снова и снова читать. И никогда Писание для нас не становится как что-то обыденное, если серьезно относиться к слову. Каждый раз, когда открываешь Писание и просишь у Господа, Господи, говори со мной. Мой отец прочитал Писание где-то 120 раз. Это он сколько посчитал и говорит, уже ему было за 70 лет, и он сказал, ты знаешь, сейчас что-то нашел. Вот читая, как будто я не увидел. Вот это место Священного Писания, оно открылось мне сейчас как будто по-другому. Это колодец, где сколько бы мы не вычерпывали воду, оттуда она появляется снова и снова. Это свежая вода. Каждый раз, когда мы читаем о празднике преображения, вот мы можем для себя подчеркнуть. У нас в Братстве в этом году мы решили, чтобы год назвался годом духовного обновления. В принципе, не только этот год, в принципе, жизнь вся наша должна быть обновлением для каждого из нас. Без такого обновления мы не сможем достигнуть то, что приготовил нам Господь Иисус. Поэтому, надеюсь, что и сегодня вот через те места Писания, которые мы будем читать, слушать, надеюсь, что Господь будет освящать, обновлять наши души, готовить нас лучше к тому, чтобы мы не только вошли в то царство, но еще здесь на земле могли сделать или совершать определенное служение. В разное время, в разных периодах мы знаем, что учеников Иисуса Христа или верующих называли по-разному. Нас в нашем селении, я знаю, что многих из вас тоже называли штундами. Это не было ругательное слово, просто вот знаете, от чего происходит это слово, да, час, или немцы собирались на час молитвы, но почему-то для нас она была ругательной, как-то унизительно относились именно, когда называли нас так. Но когда я смотрю в Писании, когда мы читаем Писание, и как называли верующих в разное время, то мы для себя увидели такую картину. Христианин сколько раз? Три раза, да? Христианин слово встречается в Новом Завете три раза. Мы встречаем еще слово верующих пятьдесят шесть раз. Святые восемьдесят раз. братья сто сорок раз. А вот ученики двести восемьдесят раз. В Новом Завете слово ученик вы встретите двести восемьдесят раз. Я когда-то спросил, интересно, вот крестьянами любят называться все, всего лишь три раза. И в принципе сразу оговорюсь, что каждое из этих названий неправильное. Потому что так называют нас Писание или Господь или люди, неважно, но это правильно. Что братья говорит о родственности между нами. У нас один отец. Когда мы говорим о том, что нас называли или называют или мы называемся святыми, это говорит о том, что мы отделены, что Бог для себя отделил определенный народ для особого служения. Называемся христианами или нас называют христианами, это последователи Христа. Еще Иосиф Флавий определил этот термин, что это те, кто следует или идут по стопам Иисуса Христа. Но вопрос интересный, почему сегодня даже есть политические, христианская, демократическая партия. И все любят вставлять именно христианское. Там христианская какая-то организация. Но интересно было бы, чтобы было бы вот примерно так. Святая демократическая партия. Такое же не найдешь. Или ученическая демократическая партия. Ну, все почему-то называют христианами. Когда мы говорим о том, что мы последователи Христа, мы ученики Христа, ученики, которые шли за Ним или ходили примерно на протяжении трех с половиной года, и не учились у Него. Не были на фаворе. Мы поем одно пение. Вот подчеркнул, я для себя нашел. Дорогие минуты нам Бог даровал. Да, и в третьем куплете мы сионские путники здесь отдохнем у источника Божьей воды на фаворе побудем и снова пойдем за Господом мимо вражды. Вы поете это пение? Или пели, по крайней мере? Посмотрите, на фаворе побудем. Автор хотел сказать или подчеркнуть именно этот момент, когда ученики побыли с Иисусом на фаворе. Знаете, есть один псалом, интересный псалом, 88-й, 13-й стих мы читаем Север и Юг Ты сотворил Фавор и Ермон о имени Твоем радуются. Фавор и Ермон. Вообще эти горы, о которых псалмист написал, ну, конечно, мы не знаем, как гора может радоваться, но может быть, я так думаю, об этом моменте хотел сказать, можно сказать, пророчески вот этот псалмист, когда говорит, что фавор радуется. В принципе, радость не бывает вне Господа или вне Иисуса Христа. Мы посетили Пентагон, нас вели сейчас, вот именно Вашингтон, и повели, и в одном стенде показали абсолютно все самолеты, и все самолеты, на которых президент Соединенных Штатах летают. Абсолютно. Это были военные, их было очень много. И вдруг Гид спросил, как вы думаете, какой самолет номер один в Соединенных Штатах? Ну, и все отвечали по-разному, никто не угадал, и вдруг он ответил, тот самолет, в котором садится президент Соединенных Штатах. Не самолет важен, а тот, кто садится в нем. Не гора важна, не место важна, а тот, кто наполняет эту гору, или тот, кто бывает на этой горе. Там, где был Христос, это очень важно. И кто был в Израиле, сейчас пытается находить те места, где ходил Иисус Христос, где там мы внутренне хотим почувствовать вот такую близость с тем, кто ходил по этой земле, ходил своими ногами. Фавор и Ермон. Не помните, где в Ветхом Завете о Ермоне еще написано. 132-й псовом как начинается? Как хорошо и как приятно братьям, я добавлю, и сестрам быть вместе. Это как Илей, который стекает на бороду и Арона, да, на голову, да, и потом третий стих, если есть возможность, это как роса Ермонская, сходящая с горы Сионской, ибо там заповедал Господь благословений и жизнь навеки. Там благословение, ну, опять же, эта гора интересна тем, что на возвышенности очень низкая температура, в долине там высокая температура, образовывается определенная роса, где стекает постоянно, и там действительно благословение для животных, для птиц, для человека, это сравнение, тебе дело сказать, псалмист, когда братья и сестры собираются вместе. Главную мысль, от этого я сейчас хочу оттолкнуться, которую мы могли бы взять сегодня, хотя главной мысли много, именно из этого момента, где побыли на фаворе ученики вместе с Иисусом, мне так кажется, что были слова его слушайте. Еще в Ветхом Завете, когда Моисей уже готовил народ к переходу, он сказал им эту мысль, 18 глава, 15 стих, пророка, истреды тебя или тебя выдвинет Господь Бог, его слушайте. То, что хотел Господь Бог, Отец, подтвердить сейчас, или в этом случае на горе, на фаворе, он хотел подчеркнуть, будьте дальше внимательны, его слушайте. Его слушайте. 280 раз в Новом Завете говорится об учениках Иисуса Христа и почти кто-то так называл ученики, ученики Его, ученики Твои со Своими учениками. То есть, сам Господь Иисус не называл, а кто-то со стороны называл их так. И только несколько раз в Новом Завете Господь Иисус называет «Вы Мои ученики» и добавляет «Если». Вот тут я бы хотел, чтобы мы были внимательны. «Вы Мои ученики». Вы хотите быть моими последователями, не только называться христианами, или святыми, или верующими, братьями и сестрами. «Вы Мои ученики, если». Евангелие от Иоанна 8 глава 31 стих. «Тогда сказал им Иисус к уверовавшим в Него иудеям, «Если пребудьте в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики». «И познайте истину, и истина сделает вас свободными». Вот это есть одно маленькое, вроде бы незначительное, но имеющее огромную роль в жизни и в духовном росте каждого ученика. «Вы Мои ученики, если пребудьте в Слове Моем». Кстати, имеем обыкновение одно, когда испытываем или приходят на испытания те, кто хотят принять Святой Водной Крещении еще давно, попробовал я вот это упражнение попробую сейчас с вами, поможете. Я цитирую один стих. «Первые христиане и все сии» это вторая глава, но не ставьте пожалуйста на экран, вторая глава 42 стих Деяния апостола. «Все сии пребывали в учении апостолов в преломлении хлеба, в общении и в молитвах». Какое слово я пропустил? Еще раз. «И все сии пребывали спасибо постоянно». Несколько раз как-то мы давали одному человеку и незаметно. Но это слово маленькое постоянно имеет огромную роль и огромное значение. Вот общение. И все сии пребывали в общении без слова постоянно. И в Ветхом Завете было очень интересно. Если приносить жертвоприношение там было сказано в каждую субботу, то постоянно означало, что каждую субботу. Если две субботы приносились жертвоприношение, а одну нет, прервалась цепочка, это не называлось постоянство. Если нужно было и утром и вечером, то это называется постоянство. Если раз в месяц, как на Новолунии или другие праздники, или раз в год какие-то, постоянство означало, когда они делали это каждый раз. Если пропускали, это не называлось постоянство. В Новозавете Господь дал принцип духовного роста. И все сии постоянно пребывали в учении апостолов. Все, что хотел Господь, чтобы пришло к нам из учения апостолов, находится в Священном Писании. Если читать от случая к случаю, не обращать внимания каждый день на Слово Божье, мы будем искать в себе через время определенные вопросы, почему так происходит. То же самое с посещением собрания. Мы знаем, что эта проблема везде она сейчас, и там, в Молдове, и в России, в Украине, в Беларуси, здесь. Это постоянство как-то отсутствует, но Бог хочет, чтобы мы через это постоянство возрастали. И учение апостолов, то есть Писание, и общение, и прилавление хлеба, и молитва, и дома, и здесь. Это приносит. Поэтому Господь Иисус, когда сказал, вы мои ученики, вы сошли с этой горы, побыли на фаворе и спустились. Здесь, в долине, начинаются проблемы. Но вы мои ученики, если вы будете пребывать в Слове Моем. Евангелие от Иоанна, 13 глава, 34 стих. Заповедь новую даю вам, долюбите друг друга так, как я возлюбил вас, так и вы долюбите друг друга. Потому узнаю всех, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою. Ученик Иисуса Христа постоянно пребывает в Слове. По-другому я никак не могу назваться учеником Иисуса Христа. Ученик Иисуса Христа любит. Я говорю и сам понимаю, не всегда у меня это получается. Любить друга, любить брата, который с ним получается, иногда любить того, кто что-то мне сделал, не так посмотрел, не то сказал, очень сложно. Ведь сложно без Иисуса, а если Он сказал, чтобы мы имели любовь между собой, Он не только говорил или повелел, Он готов Духом Святым наполнить наши сердца силою для того, чтобы любить. Быть Его учеником означает любить всех, всех братьев и сестер и делать различия. Если вы мои ученики, будьте стремиться к тому, чтобы любить друг друга. Евангелие от Иоанна 15 глава 8 стих. Тем прославится Отец Мой, если вы принесете много плода и будете моими учениками. Если принесете плода. Как хорошо мы знаем и читающие Писания знают, как Христос однажды рассказал притчу о наградарь или о хозяине, который имел да, посадил дерево и третий год приходит каждый раз. Мы на жатву обычно читаем эти места. И он, третий год прихожу и не нахожу плода. Сруби. Что было просьба оставь еще на год. Христос смотрит на нас и он принял нас к себе. Он назвал нас своими детьми, назвал нас своими учениками. Он хочет, чтобы мы приносили плод. Каждый раз, каждый раз, когда у нас не получается или мы не приносим плода, мы имеем ходатая, который говорит, отстави еще. Я думаю, что он сможет принести плода. Как прекрасно осознавать вот эту мысль. Мы имеем ходатая милостивого Бога, который каждый раз просит или ходатайств за нас. Мы имеем ходатая Духа Святого, который приходит и говорит оставь еще на год. Быть учеником Иисуса Христа означает стремиться принести плода. Мы можем прочитать эти стихи и так. Если вы мои ученики, если вы считаете себя моими учениками, вы постоянно или останьтесь слоем моем. Если вы мои ученики или вы считаете себя моими учениками, вы будете иметь любовь между собой. Кто-то сказал, этот мир будет спасен не через грандиозную евангелизацию, а через учеников Иисуса Христа, которые имеют любовь к этому миру. Через большие евангелизации, а через учеников, которые имеют любовь. Если вы мои ученики, вы принесете много плода. Статистика в нашей стране, в Молдове, я прочитал, что 93% считают себя христианами, 1% верующие. У меня вопрос, сколько учеников интересно имеет Иисус Христос в нашей стране? только один Он знает. Мы знаем, что ученик Иисуса Христа будет стремиться все время пребывать в слове, любить людей, любить других учеников и приносить плод. Текст, который мы прочитали в начале, из Евангелия от Матвея, я прочитаю еще раз, 21 глава с 28 стиха «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго мою на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем и найдете покой душам вашим, ибо иго мое благо и бремя мое легко». Всего лишь три мысли. В этом тексте Иисус призывает прийти к Нему. И это не только для неверующих. Для нас тоже относится каждый день приходить к Нему. Второе взять иго его на себя. И третье научиться у Него. Результат удивительный. Покой для нашей души. Благослови Господь каждого из нас. Мы нуждаемся в покое в мире, в сердце, очень часто где-то возмущенно сердце, где-то мы теряем этот мир. Истина одна. Придите ко Мне каждый раз. Научитесь от Меня. Я Ваш Учитель. Вы Мои ученики. И получите покой душам вашим. Пусть милость Его будет над всеми нами. Пусть Он благословит всех нас, даст Его мир, покой, в котором нуждаемся каждый из нас. Аминь. Мы помолимся. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Аминь. Аминь. Тебе, нашему Богу, мы поклоняемся. Тебе воздаем славу. Тебя мы благодарим за то, что в Иисусе Христе Ты помиловал каждого из нас. Ты подарил нам жизнь, Ты подарил нам прощение. Мы радуемся на этом пути. Благодарим Тебя, что Ты идешь с нами на этом пути. Мы благодарим Тебя, что Ты назвал нас своими детьми, учениками. Благодарим Тебя, Господь, за то, что Ты заботишься о нас каждый день. Мы прославляем Тебя за возможность общаться с Тобою каждый день. Благодарим Тебя за возможность общаться друг с другом, с Церкви Твоей. Благодарю Тебя, Господь, за то, что имел возможность быть сегодня, в этот вечер в церкви Ифания, здесь. Благодарю Тебя, Господь, за то, что Ты благословил некогда и основал эту церковь, и Ты ведешь на этом пути. За каждого, членов этой церкви, Тебя благодарю и прославляю. Ты один знаешь нужды их, Господь. У кого есть дети, которые нуждаются в том, чтобы покаялись, Господь, мы просим, чтобы Ты помиловал каждого из таковых и привел в церковь и дал покаяние. Просим Тебя, Господь, за тех, кто болеет духовно, чтобы Ты дал выздоровление и исцеление во имя Твое и привел их в церковь и обратно. За тех, кто физически болеет, мы просим, чтобы Ты таковых посетил, здоровал исцеление во имя Твое. Благодарю Тебя за все программы, за все служения, которые совершаются в этой церкви, за те группы, которые посещают и едут в Молдову на служение. Благослови те группы, которые сейчас там находятся или совершают это служение. Мы просим Тебя, Господь, чтобы Ты позаботился о них, оберегал их от всякого рода зла. Просим Тебя, Господь, чтобы Ты благословил этот лагерь детский, всех преподавателей, всех воспитателей, всех тех, кто вовлечен в это служение. Храни каждого из этих детей в Твоих руках. Просим Тебя, Господи, за будущее строительства этого дома молитвы, чтобы Ты помиловал. Знаю, что тяжело и трудно, и не всегда есть средства, но я прошу Тебя во имя Иисуса Христа, чтобы Ты позаботился дальше и помог братьям совершить это строительство. Благослови все отрасли служения, братьев-служителей, которые совершают здесь труд, хористов и все служения. Мы верим, что мы находимся на этом пути. Мы нуждаемся в Тебе. Мы хотим с Тобою совершать труд. Без Тебя мы не мыслим ни дня, ни минуты. Просим, чтобы Ты прибыл с каждым из нас и благословил нас, чтобы мы были хорошими, добрыми учениками. Слава Твоей! Мы поклоняемся Тебе. Мы благодарим Тебя за все во имя Господа Иисуса Христа. Аминь. Песня наше подходит к концу. И кажется, довольно-таки хорошее слово было и пение. Еще несколько минут мы споем общее пение, помолимся и пойдем с горы преображения в эту будничную жизнь. А вот ученики Иисуса Христа с горы потом спрашивают, Господи, а почему мы не могли сделать то, что Ты мог это делать, делал свободно? Вот еще один урок Христос преподал. Вот сей род. Эта проблема изгоняется только постом и молитвой. Вот так Господь нас ведет по нашей жизни. Я знаю, что в нашей поместной церкви довольно-таки много трудных ситуаций. Кто-то болеет, кто-то в тяжелых обстоятельствах. Студенты учатся, тоже молятся, переживают, как это. Но если мы его ученики, проходя через всю эту долину плача и унижения или даже через радость, гору Фавор, мы учимся от него. И вот такой прекрасный гимн, 209 Песнь Возрождения. Он как раз говорит о том, что это наша будничная, повседневная христианская жизнь. Кстати, слово «христианин», как я помню, два раза только упоминается в Новом Завете. А слово «ученик» очень много. «Когда мы со Христом в свете Слово идем», 209 Песнь Возрождения. Давайте споем радостно во славу Бога. «Когда мы со Христом в свете Слово идем, что за славу Он даст нам найти?» Помянуясь во всем, все пребудем и в нем, кто послушно к ним хочет идти. Слушай, верь, нет другого пути обрести, Спасенье в Иисусе Христе. Если тень и спадет или туча взойдет, Он с улыбкой поможет пройти. Не прибудет ни страх, ни слеза в ночах, Нужно лишь послушанье идти. Слушай, верь, нет другого пути обрести, Спасенье в Иисусе Христе. Если время несем и страдаем в борьбе, Воздаяние не медлит прийти. Боль утраты нам жаль, Встретим користь, печаль, Благодать мы в них можем найти. Слушай, верь, нет другого пути обрести, Спасенье в Иисусе Христе. Что всю радость познать, Нужно все нам отдать, И себя на алтарь принести. Бог блаженство дарит только тем, Кто спешит верным быть и послушно идти. Слушай, верь, нет другого пути обрести, Спасенье в Иисусе Христе. И в общенье с Христом к Нему в ноги пойдем, Иль в союзе с Ним будем идти. Куда скажет, пойдем, что допустит, снесем, Не страшись, но послушно идти. Слушай, верь, нет другого пути обрести, Спасенье в Иисусе Христе. Помолимся Господу. Благодарим Тебя, Господь, за этот час общения Друг с другом и с Тобою. Благодарим Тебя за эту гору, На которой Ты преобразился, Господь. Благодарим Тебя за слово, которое говорит нам По примеру Твоего преображения, Господь, Слово Твоего, что нам тоже нужно преображаться, Следовая за Тобой, быть Твоими учениками. Несмотря на трудности и обстоятельства, Господь учится Тебя. Господь, помоги нам в этом. Мы вновь идем в этот мир, В наши трудные обстоятельства, В повседневную жизнь. Господь, благослови нас, Избавь нас от лукавого и не веди в искушение. Особенно еще раз мы просим за часть нашей церкви, Которая находится в отдыхе наших братьев, сестер, Всех руководителей, воспитателей, детей. Господь, сохрани в руке Своей и благослови. И нас во всех обстоятельствах благослови, Веди своей рукою наш Бог, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. С миром Божиим! С миром Божиим!